Кривой гриф. Тот же самый, кривой гриф. Еще раз повторяю, ребят, у кого-то нет, у кого-то нет, есть, у кого-то есть возможность, но здесь сам принцип, что можно сделать вот так отработку, вот так. Мы сейчас покажем, что вот широкий хват, да, вот гриф. Опять, исходное положение. Все вот эта группировка, стойка, она одинаковая. Что при фронтальной стойке, в данном случае базовое положение. Что при прямых ударах сбоку, исходное положение самое главное для нас, для нас, для всех нас. Посмотрите, плечи опустил, оп, носки. Вот у меня гриф висит, что линия колена, носок, ноги. Но это при ударе прямых, то есть руки сверху. Я переворачиваю хват, переворачиваю хват, да, у меня опять гриф висит. Согнул локти. Но в этом случае, посмотрите, у меня что, в исходном положении кулаки пересекают линию носков. Я сделал движение назад. И вот у меня качаются, не разгибая. Гриф у меня качается вперед-назад, в плечевом суставе, плечо. Рука качается в плечевом суставе. И вот это движение вперед, не просто я делаю вперед движение, ни в коем случае не пытаясь разогнуть локтевой сустав. Я сгибаю, я делаю выход вперед за счет именно плечами, локтями, вовнутрь. И автоматически у меня подворачиваются кисти. Раз, раз, раз. Попробуй. Опустил, проверил, да. Висят? Висят. Над носками, да. Согнул. Назад. Назад убрал, назад убрал. Вот, висят свободно, да. Движение вперед покажи. Локтями не сделал до конца. Вот. То есть не вот это движение, не вот это движение, а именно локтями вовнутрь. Это и есть ход плеча. Да, у прямого он более длинный. Длинный максимально. При движении, вкручивании снизу, ход плечевого сустава более короткий. Назад. Назад руки. То есть вот они у тебя висят. Опусти назад руки. Назад. Вот у тебя сейчас гриф не пересекает линию носок. Вот это раз. Шаговое движение. Походил, пошел. Раз. Локти вовнутрь, локти. Нет. Ромочка, локти вовнутрь. Основное движение, видите, вот здесь, смотрите, стоп, остановись. Вот то, о чем мы и говорили. Обычное человеческое желание достать что-то. Положи гриф. Яблоко, видишь, лежит? Возьми. Другой рукой возьми. Вот. Вот что он сделал, да? Он достал рукой. То есть где-то что-то лежит. Яблоко, голова противника, печень противника. Достать. Вот это боксерский термин, он немножко другой формат у него присутствует. Достает боксер ногами, а не руками. Обычный человек, яблоко, достал рукой. Что и происходит в голове? Какая ассоциация достать что-то рукой? Это длинная рука, правильно? А длинная рука в нашем восприятии, это что такое? Это выпрямленный локоть. Сейчас была команда ударить, да? Ударить вперед. Ты шагал, ударить вперед. И вот у тебя на автомате сложилось вот такое ощущение. Ты вперед сделал вот этим движением. Ты дал вперед. Это то же самое, чтобы ты когда бил прямой удар, сделал не вот это движение, которое мы с тобой разбирали. А вот это движение. Ты также потянулся. И здесь мы вам показываем механику, чистую биомеханику работы плечевого корпуса, плеча, плечевого сустава при ударе снизу. Не разгибание, не вот это движение, не вот это движение. А именно за счет вкручивания локтей, то бишь плечей, вовнутрь. И происходит выворот. Именно здесь переворот, а здесь как бы переворот в обратном смысле. Это выворачивание. Здесь вкручивание, а здесь выворачивание плечевого сустава. И за счет этого идет движение вперед. То бишь движение вперед не вот это, не вот это, потому что сустав шарнирный круглый, а вкручивание. Как я это объяснил? Я тебе предложил дать локтями вовнутрь. Ты когда здесь сидел, ты сделал это. Возьми еще раз гриф. Покажи мне, как ты понял. Так. Еще больше локтей вовнутрь. Так, посмотри, хорошо. Ну-ка, возьми вот здесь, возьми, да. Вот, 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 вот оно, да, вот он у тебя лежит. Вот так удобнее стало? Ты очень узко взял, да. Вовнутрь, не вперед даже, а просто сделай локти вовнутрь. Вот. А ты делал, да, вот это движение, вот это вот. То есть мы убираем, ребята, движение вот это. Мы делаем движение локтями, вовнутрь локтями. И не важно какой, меньшей степени, большей степени, еще сильнее, максимально вкрутил. Но движение вовнутрь. Круглый сустав. Вот эту ситуацию мы обыгрываем сегодня на прошлой тренировке. Все ударные действия. Шарнирное плечо. Локти вовнутрь. Вот и все. И кулаки сами становятся. Ударная часть кулака, да? Есть такое, Рома? Да. Очень. Еще больше локтя, резко. Два раза. А, дай назад. Во! Молодец. Видите, подворачиваются кулаки. Время попустил. Молодец. Спасибо.